Если вы смотрите это видео, то, скорее всего, вы уже знаете про SkyMP. Проекте, который возложил на свои плечи создание полноценной мультиплеерной РП-составляющей в Скайриме. Да, 2018 год, Скайрим онлайн. Никаких шуток. Если вдруг не смотрели ролик, детально описывающий проект, то тыкните по информационной интерактивной панели, что выплывает сейчас справа сверху. Ну а для всех остальных скажу привет. Вы находитесь на канале Over9K5000 и сегодня, по многочисленным просьбам своих зрителей, я подробно покажу и расскажу, как происходит процесс входа на сервер SkyMP. Никогда не думал, что на моем канале появятся гайды по установке тех или иных проектов на ваш боярский аппарат, но почему бы разочек и нет. Сегодня 20 марта. Многие, кто смотрел ролик о SkyMP, ждут от меня и авторов проекта ссылочку на нужный для игры на сервере архив. Но он появится в открытом доступе после 19.00 по московскому времени, как на ресурсах авторов, так и на двух моих роликах. На этом и на прошлом. Но до тех пор, пока 7 часов не наступило, а вы уже смотрите этот ролик, давайте быстренько вместе проведем небольшие корректировочки с вашим Skyrim, дабы после получения в руки заветного архива, вы сделали все быстро, четко и пошли играть и тестить. Итак, как попасть конкретно на мартовское ОБТ, что произойдет сегодня? Сразу говорю, буду рассказывать подробно на примере стимовской версии. Пираты, Талос сегодня не с вами, так что вертитесь как хотите. Первое, что нам нужно, это ванильный Skyrim. Не Special Edition, не VR естественная и не PS3 версия. Либо обычный Skyrim, либо Legendary Edition с отключенными DLC. Для обладателей лицензии не будет вообще никаких проблем, потому что для них созданы все условия. У вас уже установлена актуальная версия игры, просто скачайте ее со стима. Пиратам же придется искать актуальную версию самостоятельно. Но я немножко припарился и специально для вас узнал данные об актуальной версии. Вот ее координаты, можете написать и найти ее, если еще не нашли. Больше помощи от меня не ждите, я и так на многое пошел, чтобы вам помочь. И вы слишком хитры на самом деле, чтобы не справиться с подобными неприятностями самостоятельно. Итак, после того, как вы установили актуальную версию Skyrim, необходимо установить для него небольшое расширение, которое... ХЗ, короче, что она делает. Там скрипты какие-то, инструментарии. Но называется оно SKSE. Ссылочку на него я оставлю в описании. Банально, устанавливайте его в ту же папку, где лежат все ваши игры в стиме. В моем случае это E, Steam, Steam Apps, Common. Естественно, если вы пират, вы ищете отдельную ссылку в интернете и ставите SKSE вручную по инструкции с какого-нибудь сайта, где вы его найдете. Обычно для такого используют Nexus Mod, вот там все берут. Но можете поизощряться и найти какое-нибудь другое место. В общем, я уже сказал, пираты, ищите все сами. Вы слишком хитры для того, чтобы пользоваться инструкциями. Как только расширение установится, нажмите на нем «Играть» и выберите в лаунчере пункт «Файлы». Здесь отключайте при наличии ESP-файлы, отвечающие за DLC к игре, Dragonborn и все остальное. Если при запуске SKSE откроется сама игра, то закройте ее и своими руками откройте лаунчер. Просто тыкните «Играть» и сразу на автомате вылезет лаунчер. Там выберите файл и там выключите все DLC. Будучи в нем, а именно в меню файлов, текстурки якобы высокого разрешения можно оставить. Ну а вот этих вот двух файлов у вас пока что не будет. Не обращайте на них внимания, вы еще ничего толком не установили, и я их вот так вот прикрою, чтобы они не отвлекали ваш глаз. Все, что вам нужно сделать, это отключить DLC. Все. Абсолютно все официальные DLC. И все. Нажать «Ок». Теперь, когда SKSE установлен и DLC отключены, вы готовы к последнему пункту. Открываем описание к этому видео или описание к предыдущему после 7 часов по московскому времени и ищем там строку «Ссылка на нужный архив», которая уже к этому времени должна быть заполнена. Качаем архив по ссылке в описании и открываем. Здесь нас интересует файл «Config». Открываем его и вписываем в строке «Name», что означает ваше имя, ваш ник в игре. В моем случае это Over9K5000. Можете писать любой, в рамках разумного, естественно. Это нужно для того, чтобы при заходе в следующий раз в игру, вам не приходилось вбивать ваше имя еще раз. Вписали ник в конфиг и сохранили изменения. Закрываем документ, выделяем все файлы из архива и скидываем их в корневую папку Skyrim, попутно соглашаясь на замену файлов. В моем случае это E, Steam, 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 Common, Skyrim. Если вдруг выскочит табличка об обнаружении каких-либо конфликтов, мол, такая-то такая-то папка, не может быть что-то там, что делать? И предложит варианты повторить, пропустить или отмену, нажимаем «Пропустить». Все. Готово. Вы почти можете приступать к игре. Запускайте Skyrim через ярлычок только что установленного SKSE и заходите. Если вы сделали все верно, то вас сразу же встретит лого SkyMP и предложит поле регистрации, в котором вам нужно будет придумать пароль от аккаунта. Создали пароль, ну а ник уже прописан вами в конфиге заранее, поэтому никаких долбежей с никнеймами в меню не будет. Создали себе пароль, ник создали предварительно в конфиге, все сделали правильно, молодцы. Все. Приятной игры, как говорится. Если у вас не получилось и почему-то что-то не работает, то удостоверьтесь в наличии вот этих вот пунктов. Удостоверьтесь, что установлен Skyrim актуальной версии. Обычный или Legendary Edition с отключенными DLC. Выключите абсолютно все моды, которые вы ставили до этого. Можете оставить графические, но, блин, чуваки, я бы на вашем месте пока что отключил вообще все. Просто попробуйте. Это можно сделать, если постараться. Все DLC отключены. Установлен SKSE. Вписан ник в конфиг. Впрочем, последний пункт, он не особо такой важный. Вы можете его не вписывать и вообще забить на это. Просто когда будете заходить в игру, вы постоянно будете вбивать свой ник. Оно вам надо? Лично я так делал всю неделю, и только в конце ребята мне рассказали, что можно сделать так, и я такой, ничего себе технологий будущего. Ванильный Skyrim, никаких DLC, никаких модов, установленные SKSE, закинутые файлы в папку с игрой. Все, больше никаких проблем. При наличии всех вышеперечисленных пунктов, вы успешно должны зайти на сервер ребят из SkyMP. Спасибо за просмотр, лайк и, главное, репост этого видео. Для меня это лучшая награда. Следите за новостями моего канала и SkyMP в целом, потому что дальше, в рамках плейлиста моды в разработке, мы будем показывать вам все новые и существенные изменения на сервере. Поэтому не поленитесь подписаться на канал, на мой паблик и на паблик ребят из SkyMP. Возможно, вы не знали, но у меня также есть свой дискорд сервер, где чего только нет. Чатики голосовые и текстовые, РП-комнаты, боты, роли, ранги и плюшки для активно поддерживающих канал по типу эксклюзивных вбросов контента гораздо раньше, чем результат коллаборации этих самых вбросов превратится в ролик и будет выложен на YouTube. Анонсы стримов и всех-всех-всех движух касаемо канала и меня в целом. Увидимся на сервере или на стриме в 7.30 плюс-минус 10 минут по московскому времени. Спасибо за просмотр, друзья, и до скорой встречи сегодня вечером. Субтитры сделал DimaTorzok